К нашему эфиру присоединяется Владимир Фисенко, политолог. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Так что там с красными линиями? Все, забыли про них. Больше чертить не будут? Ну, вы же сами в своем репортаже отметили, что, да, этот термин дискредитирован, это по словам российских пропагандистов. Ну, потому что они сами понимают, а куда уже дальше? Куда дальше отводить эти красные линии? Во-вторых, понимаете, чем больше об этом говорят, тем больше девальвация. Их уже не воспринимают. Но самое главное, каждая красная линия, которую выставляют, неважно кто, Соловьев или экс-президент России Медведев, в итоге проходят эту красную линию, и что? И ничего. Над Дмитрием Медведевым уже в России, в России смеются. Когда он в очередной раз, вот последний раз он грозит начать охоту за должностными лицами Великобритании, за то, что они нам поставляют дальнобойные ракеты, и за то, что они оправдывают удары по российской территории. Слушайте, а что там оправдывать? Раз Россия ведет войну против Украины, Украина, как говорят не только Великобритании, но и в Германии, официальные лица, Украина имеет полное право отвечать. Поэтому здесь уже красных линий нет. Я напомню, по Крыму и по Крымскому мосту, что там говорил Медведев, давно уже смирились с реальностью, потому что то, что у нас называют Бавовна, в России хлопок, это уже не просто хлопки. Это уже регулярное проявление военных действий, удары по различным российским военным объектам в Крыму. Это уже стало обыденной реальностью. Какие там красные линии? Новая тенденция, которая появилась особенно в последний месяц военных действий, как-то незаметно, но перешли на территорию Российской Федерации. Это уже не только атаки дронами, это, кстати, тоже новая тенденция. Уже не только Россия атакует с воздуха Украину, причем Украина успешно защищается, наша система ПВО становится все сильнее и все эффективнее, но под ударами с воздуха оказывается Россия. А теперь уже и настоящие военные действия, что называется, в реальном времени ведутся уже на территории Российской Федерации в Белгородской области. Ведут российские структуры. Кстати, здесь тоже ирония судьбы. В 2014 году гибридная война применялась против нас, а теперь, оказывается, нечто подобное может происходить и в самой Российской Федерации. Так что вот это все новые реалии, с которыми сталкивается Россия. Поэтому какие там красные линии? Тут, что называется, не до жиру быть бы живу. Некому и некогда чертить уже новые красные линии. Тут уже надо спасать то, что есть. Это еще если получится. Кстати, вот хотелось бы с вами обсудить реакцию Путина на то, что происходит в Белгородской области и в Шебекино, да, в частности, или в Шемякино, да, все еще. Даже россияне не могут определиться, как называть свой город. Что вы думаете по этому поводу? Почему такая блеющая, никакая реакция, вообще как бы ничего не происходит? Вот я думаю, что лучше всего комментарии Путина на эту тему смотреть без звука. Ну потому что со звуком, со словами все понятно, хотя там тоже, я сейчас к этому вернусь, тоже есть вопросы у самих россиян. Но главное выражение лица, постное выражение лица Путина, когда он об этом говорит. Слушайте, какие победы, какие там деноцификации, демилитаризации? Тут уже спрашивают, а как же там? Мы вроде бы эту СВО, так называемую, проводим против Украины, а война идет уже на территории России. Путин пытается делать хорошую мину при плохой игре, но главное, что и хорошей мины не получается. Хорошего выражения лица уже нет у Путина, потому что, ну как тут, с улыбкой, как все время он сказал про подлодку Курск, когда его спросил американский выдающийся журналист Ларри Кинг, спросил, что же там произошло. Она утонула. Вот я думаю, что сейчас уже не американский журналист, а простые россияне спрашивают, не что там Путин собирается открывать, какую новую птицефабрику или новое колесо обозрения, а на Шебекина будет какая-то реакция? Путин вот с таким постным выражением лица что-то там действительно произносит, из чего не ясно, а как будет Россия спасать Шебекина? Более того, значит, вроде бы Кремль решил отреагировать, что Путин все знает, все контролирует, на все реагирует, что якобы состоялся телефонный разговор Путина с мэром Шебекина, с главой, потому что там мэров уже таких реальных нет, с главой местной администрации, приободрил его, поинтересовался, как у вас дела? И вот мне это напомнило известную историю, еще когда Дмитрий Медведев был премьер-министром России, побывал в Крыму, ему начали жаловаться люди, денег нет, куча проблем, на что Медведев выслушал все, улыбнулся, сказал, денег нет, но вы держитесь. Вот я думаю, что и сейчас Путин передает и главе администрации Шебекина, и жителям этого города, вот что-то подобное. Как там у вас дела? Стреляют? Ну, вы держитесь. Вот что-то подобное, я думаю, что у Путина происходит, но вряд ли этот ответ удовлетворяет не только жителей Шебекина, но и многих других россиян, это индикатор слабости России. Я думаю, что сейчас вопрос о красных линиях, он уже касается отношений россиян и Кремля. Вот где тут красные линии? А вот интересно, а где же там могут быть красные линии, по-вашему, Владимир? Извините, что вас перебило, просто интересно. Нет, это закономерный вопрос. Я думаю, что пока еще это в форме сомнений, неудовлетворенности действиями Путина и Кремля. В России же грядут президентские выборы. И если все по правилам, там должен быть только Путин, ну, должны быть для проформы другие кандидаты, но это массовка. А главный выбор – это референдум по переизбранию Путина. Все должны выразить доверие Путину. А тут вот какую-то странную игру начинает Пригожин. Вроде бы верный пес, цепной пес Путина, его такой боевой пес, а играет не по правилам. И явно уже играет на свой собственный имидж. Это вызывает вопросы. Начинаются перепалки между окружением Кадырова, между кадыровцами, чеченцами и пригожинцами. Причем, что интересно, вспомнили про 90-е, про две чеченские войны. И это вот тоже о красных линиях. На самом деле, я думаю, что теперь вот это уместно применить на Кроссии. А будут ли красные линии относительно внутренних войн в России? Есть ли красные линии относительно критики должностных лиц? Красные линии в отношении критики Министерства обороны, разных чиновников, министров уже пройдены. А вот теперь самая главная красная линия, по сути дела, последняя в российской внутренней политике, это сам Путин. Можно ли критиковать Путина? Кое-кто уже критикует, но другие отделаются такими эвфемизмами, намеками, аллегориями. Про дедушку, вот у вас в репортаже было там, про дедушку. Это же фраза Пригожина. Он там так выразился, я не буду повторять это в эфире, выразился не совсем цензурно по поводу дедушки. Все начали гадать. Это он кого имел в виду? Шойгу или самого Путина? Вот раз такие вопросы возникают, это значит, уже начинается кризис доверия. Пока это только начало, но уже кризис доверия к Путину, он уже начинается. Поэтому последняя красная линия, которую надо будет преодолеть в России, это отношение к самому Путину. Надо возлагать ответственность за все проблемы, за все просчеты, за все поражения этой войны непосредственно на главное лицо, на того человека, который и давал приказ о начале этой войны. Не он один виноват в этой войне, но он несет персональную ответственность. Поэтому вот осталась эта красная линия, к ней подходит все ближе и ближе. А с остальными красными линиями, я бы сказал так, вместо красных линий сплошные минные поля. Владимир, вы напомнили, что в следующем году в России должны состояться выборы. В связи с этим хочу узнать, а каким вы видите политическое будущее Путина? Ведь смотрите, еще несколько лет назад он свободно мог передвигаться по миру, его много где уважали, а если не уважали, то хотя бы боялись. Теперь его нигде и не уважают, и не боятся, еще и ордер на арест есть. И вот представим, что он не будет убит, представим, что он случайно не умрет в постели и таки доживет до выборов. Каким вы видите его будущее, каким оно может быть, политическое будущее? Во-первых, еще надо дождаться конца года или начала будущего года, а будут ли сами выборы. Вот это, кстати, будет индикатор. Если вдруг в результате военных поражений и массы других проблем в России отменят президентские выборы, это будет означать, у них нет уверенности в том, что на этих выборах удастся прежними методами, традиционными методами подтасовки, явки, результатов, ну и, сходя, скажем так, из культа личности самого Путина, обеспечить какой-то, ну, приемлемый для них результат. А то, что Путин оказался в международном плане в изоляции, более того, тут еще и паранойя Путина, он боится ехать даже в страны, которые формально, ну, если не союзники, то, ну, нейтральны к нему, готовы его принять, готовы там пообщаться, использовать на самом деле Путина, либо для шантажа Запада, либо для получения каких-то экономических преференций от России, но он боится ехать даже в те страны, с которыми, вроде бы, у России нормальные отношения. Самый показательный пример, вот сейчас инаугурация Эрдогана, он переизбран на третий срок, вроде бы сначала сказали, Путин приедет, а потом оказалось, нет, Путин не едет, вместо него едет Володин, председатель Российской Госдумы. Ожидалось участие Путина в саммите БРИКС, в ЮАР мечутся, они, ну, потому что тесные связи с Западом, есть международное законодательство, они, кстати, ратифицировали соглашение, конвенцию о международном криминальном суде, поэтому не могут сказать, что не будут применять против Путина никаких действий, связанных вот с этим ордером на арест. И что делают сейчас? Мечутся, даже уже возникла идея перенести этот саммит из ЮАР либо в Мозамбик, либо в Китай, но и Путин не собирается ехать, потому что боится, далеко, непонятно, что там в этой ЮАР случится. Другой саммит организации, в которой тоже Россия активно участвует, шанхайская организация сотрудничества. В прошлом году, кстати, это последний, пожалуй, саммит международной, на котором побывал Путин, он был в Центральной Азии, приехал страшно расстроенный, недовольный, потому что, ну, он столкнулся с унижением. Основное внимание к Сизинпину, к Эрдогану, а Путин там в массовке сидит среди этих центрально-азиатских лидеров, я думаю, что это его очень сильно унизило. Это тоже одна из причин, помимо паранойи и страхов, почему он не хочет ездить на эти саммиты, потому что он там встретится, если не с прямым, то с косвенным унижением. И вот саммит Шосс тоже, Индия, которая сейчас там председательствует, она сказала, будет в онлайн-режиме, да, потому что, видимо, тоже было сказано, что никакого Путина там не будет и близко. Вот это все признаки того, что все, Путин сам себя заключил в тюрьму. Пока эта тюрьма большая, это Россия, ну, Россия еще с 19 века, сами россияне ее называли большой тюрьмой. Ну, вот и Путин сам себя в эту тюрьму заключил, но беда-то для россиян, что он и всех россиян превращает в жителей этой тюрьмы. Просто одни надзиратели, а другие заключенные. Вот это, я бы сказал, перефразирую Пелевина, Путин и тюрьма. Путин и сам в тюрьме, но и превращает Россию в эту тюрьму. Вот это пока ближайшее будущее Путина. А что с ним будет дальше? Я же говорю, вот непонятно, будут выборы или нет. Если выборы отменят, значит все. Начались процессы, связанные с тем, что у Путина нет уверенности, что он может сохранить власть традиционным путем. Вот это будет очень важный индикатор на период до конца года. Но и до этого конца года еще очень многое может произойти. Судя по всему, сейчас ситуация принципиально новая, не такая, как была раньше. Если раньше Путин всех шантажировал, блефовал, всех пугал, а теперь инициатива на стороне Украины, на стороне Запада. И теперь уже Путин вынужден реагировать. Не он пытается что-то там придумывать, чтобы все остальные отвечали. Нет, Путин вынужден реагировать на действия Украины и на действия Запада. Это принципиально новая ситуация. Вот эта крыса под именем Путин, она оказалась в ловушке, в тупике. Это, кстати, делает ее очень опасной, потому что он может огрызаться, кусаться. Но беда-то в том, что вместе с ним и многие другие в этой ловушке. И вот вопрос теперь к ним. Да хотят они гибнуть вместе с Путиным? Или, может быть, попытаются как-то нейтрализовать эту проблему? Так что Путин теперь, это проблема уже не только для нас и не только для остального цивилизованного мира. Это теперь все больше и больше проблема для самих россиян. Ну, он, в принципе, и был их проблема, просто они сейчас начали это понимать. Сейчас это стало очевидным. Он и был раньше, да. Просто тогда не все россияне это далеко не все понимали. А сейчас это становится все более и более очевидным для самих россиян. Особенно для представителей российских элит. В первую очередь бизнесовых, но уже и не только. Я думаю, что и часть административных политических элит в России тоже начинают это понимать. Кстати, короткая реплика в эту тему. Некоторые российские телеграм-каналы начали публиковать списки тайных спонсоров ВСУ, вооруженных сил Украины. Я удивился, когда начал читать. Слушайте, это же, может быть, неполные, но очень широкие списки российской элиты, в том числе политическая элита, не только бизнесовая. И, оказывается, у нас есть тайные спонсоры. Я думаю, что если бы было столько спонсоров России, наверное, мы бы уже давно победили. Но на самом-то деле, что это означает? Это чем-то уже начинает напоминать 1937 год. Ну, раз доносы пишут простые россияне друг на друга, это тоже уже паранойя, которая от Путина распространяется на всех остальных, на все общество. Общество деградирует стремительными темпами. Но и в элитах тоже проблема. Видимо, очень много недовольных. И та часть Кремля, которая наиболее лаэлистская, наиболее радикальная, они решили, видимо, попугать сторонников мира, тех, кто не хочет уже этой войны. И всех тех, кто хочет любым путем уйти из этой войны, добиться мира. Не важно, пусть путем поражения России, но все, война их уже достала. Тут уже до Рублевки долетают БПЛА, это только начало. Поэтому вот они хотят договориться, а партия войны их начинает пугать, публикуя вот эти тайные списки. Это, я думаю, что пока предупреждение, мол, завтра начнем вас арестовывать или какие-то санкции вводите. Но это уже тоже внутренние раздоры. Если между собой публично собачатся наиболее известные представители партии войны, Пригожин и Кадыров, если уже начинают публиковать списки тайных спонсоров вооруженных сил Украины в российской элите, значит, что-то не то в российском государстве. Уж точно все идет не по плану, не так, как говорил Путин. Владимир, спасибо вам большое за то, что вы присоединялись к нашему эфиру. Как всегда, очень интересно было с вами пообщаться. Владимир Фисенко, политолог. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания.